Здравствуйте дорогие друзья! Мы сегодня поковыряемся в одном дистрибутивчике linux это chelit os дистрибутив linux который хочет быть виндусом и вы уже наверное это заметили все оформление здесь полностью косит под windows 8 и windows 7 вот так что же на самом деле это это обычная ксубунту 1604 lts а вот это это обычный tunar единственное что здесь выдает ксубунту так это наверное вот эти значки которые здесь кстати с самой же ксубунту по дефолту вот эти вторые часы а для многих говносборок windows да и для висты характерны вторые часы и вот эта штуковина это все коньки привычные для linux ойдов они в принципе знают что то что реально выдает что это не windows это ужасный трей я вас уверяю что в нормальной ксубунте или же нормальный дистрибутив с xvse такого вы не увидите то есть человек может как-то грамотно все это дело настроить но здесь вот эта молния на пол панели и вот это как-то пугающе также здесь есть свой пуск вот такой характерно для любой говно сборочки есть ссылка на сайтик более но чет не открывается а почему вроде бы сеть есть интернет украли рептилоиды самое интересное здесь это конечно не скучные обои здесь их очень много давайте посмотрим так давайте так это меню нет здесь мы не трогаем смотрите здесь на любой вкус и кофе какое-то и еще что-то сожалению вот это все псевдо айро но никак не контактируют с обоими не меняет под них цвет давайте вот это оставим симпатично да ну тут одно но коньки также нужно переконфигурировать потому что они с обоиной тоже никак не взаимодействуют грубо говоря весь интерфейс не цельный и требует отдельной конфигурации каждого элемента но есть спасение стайл центр так называемый здесь мы можем выбрать какие-то варианты например классическую версию так называемую чего она классик называется черт его знает чем она отличаться будет от этой ничем просто оформление станет черным есть модерн применяем смотрим отличается тем что включается стиль а-ля windows 8 ну и так далее просто будет отличие си и фабу всем синий черный синий черный кремовый такой потемнее есть еще вот такой синеватый цвет еще классик модерн уже вот такой немножко наркоманского цвета тыквенного но здесь видите значки уже повеселее оставим вот такой стиль посовременнее как вы видите на коньки это вообще никак не оказала вообще никакого влияния пока вы не поменяете обойну вид не видно здесь вообще ничего не будет залазим сюда и давайте выберем какую-нибудь обойну посветлее давайте вот это ну вот хотя бы хоть что-то видно старт поин это страница приветствия где вам будет много чего рассказываться плав правда вы ничего не поймете так как русская локализация в принципе с коробки не присутствует ее нужно до устанавливать отдельной то я не верю что вот эта страничка будет переведена здесь у нас рекомендация допустим какого-то программного обеспечения мультимедийного центра видеоредактора так аудио проигрыватель еще одного аудио проигрывателя видео проигрывателя программы для просмотра видео с ютуба на сладо на слабом оборужен оборудовании оборуживание говори около мы на эта программа такой вот комбайн для записи музыки для создания музыкальных треков это и вообще черт знает что блин скрол вообще ведет себе неадекватно но это типа рекомендация кое-каких программ сожалению всего шести если я правильно посчитал ну и здесь у нас особенности рабочего стола рассказываются показываются скрол вообще никак не не крутится вообще неадекватно здесь видите показано некоторые программы здесь еще есть software центр от 1404 да я не верю в это не тут его нету его здесь сто процентов народ блин это старый добрый магазин от старой ubuntu сейчас уже полностью везде магазин от gnome а это еще старенький ubuntu вский как же я его обожаю версия 1512 все и и как бы он уже не поддерживается как по мне он гораздо лучше чем тот что сейчас современные просто-напросто презираю но это конечно ностальгия даже хочется фапануть но боюсь кто-нибудь с окна заметит уже никому не расскажете что этим занимаюсь панель настроек такая же самое как и в subuntu ничем совершенно не отличается может пару каких-то еще дополнительных пунктов хотя здесь ничего особенного я не вижу хотелось бы еще рассказать почему у меня в комментариях под подобными видео появляются срачи дело в том что у меня своеобразная война идет наверное с конца 16 года дело в том что раньше я снимал ролики про операционные системы и как только число обзоров на linux выросло естественно пришли линуксоиды линуксоиды бывают разных типов но сожалению плохих линуксоидов было гораздо больше поэтому они начали зажимать меня в угол чтобы я снимал только то что они хотят этот тип линуксоидов начинает вести себя как сучка больная истеричная как только ты снимаешь что то что они не хотят они начинают психовать и и отписываться мне пришлось полностью обновить аудиторию мне пришлось постепенно перейти на другие на другую тематику и аудитория обновилась но тем не менее какой-то процент неадекватных линуксоидов сохраняется поэтому я примерно раз в месяц делаю троллинг ролик ролики после этого примерно 10-15 человек от меня отписывается в лучшем случае поэтому не удивляйтесь после того когда я выложу данный ролик увидите довольно неадекватные комментарии что это провокация что такого дистрибутива быть не может не может linux быть похож на windows такого быть не может это полностью как без рада дело в том что линуксоидов уже наверное сменилось два поколения если первые линуксоиды могли хотя бы объяснить за что они ненавидят windows то если вы спросите у этого поколения за что они ненавидят они скажут что прошлое ненавидели а мы типа тоже не должны но не короче не объясняет это борцуны за какую-то свободу про которую они сами ничего не знаю кстати я хочу прекратить снимать троллинг такие троллинговые вот эти ролики потому что я начинаю этим раздражать людей которым вообще не интересен линукс и они о нем ничего не знают и вообще насрать на вот эту плохую категорию линуксоидов поэтому я наверное перестану пусть они там всех просто обкакаются и вообще плевать мне главное что я теперь могу на своем канале снимать все что захочу и никто мне не будет указать здесь в углу у нас значок скрытия такой прикольный там какой-то поле я бы ржал если там еще коровы гуляли при расход ресурсов принципе не очень так и большой субунту конечно не самый легковесный дистрибутив ну и не самый жирный правда сейчас появился появилась точнее графическая оболочка мэйд которая наступает к субунту на 5 знаете что мне интересно почему очень многие дистрибутивы линукс начинает косить под windows давайте назовем самый популярный дистрибутив линукс ну я бы сказал самое популярное семейство так вот это семейство Ubuntu и среди них есть такой дистрибутив mint так вот mint всем своим видом косит очень сильно под windows может я не прав напишите может я не прав но мне кажется что он очень сильно похож на windows и возникает огромное количество таких вот подобных все ли нормально у них безусловно данный дистрибутив является говно сборкой ставить себе это на компьютер я естественно не рекомендую у проекта даже нет своего репозитора как можете видеть здесь все сторонние они просто изменили оформление в стиле windows и на этом решили не заморачиваться я вот подумал что если бы всех вот этих фанатиков которые сидят в интернете лезут в каждую в каждую щель и рассказывают всем что нужно установить линукс рассказывать байки о свободе обучить программированию и заставить довести эту операционную систему до толку чтобы они все объединились вокруг какого-то одного проекта и сделали на самом деле замечательную хорошую операционную систему почему они так ненавидят коммерцию но при этом используют тестовые дистрибутивы вот эти все баги исправленные потом все все это дело попадает в коммерческие версии они этого как будто не замечают их это все устраивает да есть debian ну блин на нем обычно сидят профессионалы которым у которых нет времени сидеть на форумах и на ю тубе ну и debian не хочет быть windows мысль не закончена а видео нужно заканчивать поэтому я жду от вас огромного количества комментариев давайте размыслим помыслим об этом всем на этом все всем пока спасибо за внимание